ты хочешь все это выиграть а я знаю хочешь так что досматривая видос до конца и конечно же выполняй все условия и ты получишь вот такой вот подарочек и это все я отправлю именно тебе если ты выиграешь у нас здесь есть дохуя табака magnum и конечно же 2 килограмма угля black king ну а сейчас давайте посмотрим что это за продукт и что он из себя представляет эй всем привет с вами давай сегодня у нас обзорчик табака magnum из санкт-петербурга а я сейчас курю двойное яблоко и скажу сразу что вот двойном яблоки аниса чуть-чуть не хватает надо было бы больше давайте собственно смотреть я думаю вы видели уже кейс видели сколько в нем табака и здесь также есть уголь black king давайте собственно все это посмотрим и пройдемся так у нас вот такой вот сет иногда производители бывают очень жадные а иногда чересчур щедрые так вот это мы все разыграем условия будут в конце так что смотри так что у нас есть у нас есть вот такой вот сет вкусов многие из этих вкусов я уже прокурил и собственно готов все озвучить что к чему но я забил по-своему и сейчас посмотрим что из этого выйдет у меня лишь только так на кой слабенький маленький прогрев чик да надо будет немного подождать еще так вот давайте быстро пробежимся по вкусам какие хорошие какие нехорошие вкус какие получились какие вообще просто отвратные так давайте смотреть банан прикольно интересный дынька прикольная а чай вот просто ти это вообще просто пушечка по ароматике просто пушечка ананасик тоже хороший ром тоже хороший лимон ребят лимон вообще не берем просто вообще отвратный вкус получился а из бласта грубо говоря аля суперного который чуть подешевле и как альтернатива всегда сойдет так бубери тоже более-менее хороший персик замечательный а груша тоже хорошая двойное яблоко ну с двойным яблоком нельзя блять так двойное блять это священный вкус в любом табаке даже в самом конченом двойное яблочко должно быть пиздатая здесь она какой-то очень сладковаткой но не знаю может сейчас прогреется и они как бы будет но у сильнее нам давать и мы можем сказать охуенно да а клубничка ну так с натяжечкой более-менее арбузик прикольно кстати по арбузу очень сложно сделать нормально арбуз из-за сложности аромки то есть ну кто шарит о быках он поймет грейпфрут тоже не берем ребят тут получился грейпфрут надо менять аромку надо все переделывать манго прикольный хороший такой чуть травянистый чуть сладенький малинка тоже удалось шоколад ну так себе мне кажется вкус шоколад вообще реально просто на любителя кому-то закатывает кому-то просто нет и есть у нас вишня которая тоже ну как бы чуть-чуть похоже чуть-чуть нет еще здесь был должен был быть вкус грейпфрут который мы прокуривали когда встречались с производителем а грейпфруте просто про него расскажу грейпфрут очень прикольно но грейпфрут реально отдавал томатами то есть ты куришь вначале грейпфрут потом это слаженно слова плавно переходит в томат да реально чербитовский томат очень прикольно было ощущение а потом обратно все-таки в грейпфрут да так вот баночки аля дафт джасмоук мазхэв и прочее прочее пуэр не пуэр да классическая форма баночки и я скажу так что вот такие баночки это пизда то почему потому что под них не нужно искать дома контейнеры то есть покупая это в таких мягких носителях не очень удобно в дальнейшем что в кальяной что дома с ним работать потому что дома ты купил допустим 10 вкусов мягкой упаковки и так по одному покурила это все это начинает течь бежать и все остальное да как собственно твоя бывшая текла да то здесь получается все очень круто сразу идет в баночках кстати уголь я не пробовал поэтому ничего про него не могу сказать но вроде хорош а может и нет не знаю мы сегодня здесь не об угле говорим двойнушечка я думаю у меня уже прогрелась и сейчас думаю можно будет спокойненько поговорить о том как себя ведет табак в рабочих моментах если вы увидели то я грею его на 425 кстати надо было на блокинге его сразу и покурить зато посмотрели бы что за уголь мне аниса реально не хватает просто сладкое яблоко грубо говоря golden apple кто помнит у альфакера был яблоко голдовское это типа псевдо двойное яблоко но не двойное лишь только название если забить арабу то он скажет пух блять на тебя нахуй грешник и тяу она боится маклава по характеристикам табачный лист немного грязноват попадаются палочки всякие хуялочки но в принципе мне на это реально поебать то есть я знаю что палочки в принципе курица хорошо но есть такие ребята которые очень сильно задротят и я не знаю для чего они тратят столько энергии времени на очищение этих палочек сука на нарезание и выжимание табачного листа ёбаны в рот но не сильно влажный на дне никаких сиропчиков не остается это тоже хорошо в меру в меру умеренно влажный есть листы как большие есть листы как и маленькие то есть ну в плане сортировки нарезания здесь не могут сказать что прям все идеально по первому взгляду я конечно все не не копошил не переворачивал теперь как это все у нас курица главный аспект дымненько дымненько по ароматике скажу так что если не смотреть на двойное яблоко то держится все очень хорошо а что касается жаростойкости то здесь прям реально супер 4 угля спокойно по крепости 67 да я бы не сказал бы что это очень крепко хотя производитель у нас здесь заявляет что это хардлайн это а хэви лайн блять это хэви нахуй далеко не хардлайн хардлайн на четырех углях меня бы сейчас расстрелил бы я бы здесь кашлял бы и просто говорил бы что блять пиздец не могу такое курить нахуя такие табаки делают то что дымненько да я доволен они сам недоволен прям дико расстроен по времени курения принципе аромка на минут 40 достаточно то есть да и в принципе больше не надо нам очень круто но том что такие топовые вкусы как лимон грейпфрут они запортачены это очень плохо поэтому пока не поздно надо собственно все это менять и подготавливать как бы просто лимон блять если в продукте конченый лимон то есть о чем задуматься а также вроде бы если я не ошибаюсь когда я изучал стенды и подготавливал для каждого стенда вопросы на hugo club шоу то магнум там был где-то возле входа во втором зале конечно многие скажут что табак хуйня да я тоже мог бы сказать что допустим некоторые табаки которые нравятся вам это хуйня допустим сатир да вы на него все дрочите а для меня это ну такой себе табак на который явно не стоит стольких эмоций и восхвалений что еще да по продукту что сказать кейс прикольный да за запарился в этом кейсе мы все это и отправим здесь так нихуёво кто получит такой комплектик будет круто поэтому все условия они будут в описании нужно их выполнять строго потому что ты можешь выиграть а условия не выполнить как обидно будет тебе так что еще про этот продукт да в принципе ничего продукт как продукт табак как табак который можно покурить которого можно кайфануть по цене я не уточнял я всегда забываю этот вопрос всегда узнать но я знаю что не очень дорого и очень доступно потому что табак не акцизна до сих пор и соответственно нехуй за него переплачивать огромные суммы если это не акциз я считаю так получи акциз хуяй какую хочешь цену а пока будь добр держаться лоукостером что твой продукт вообще кто-то покупал и курил как то так так вот из таких особенностей давайте все таки все подведем да по ароматике более менее чем достаточно то есть все хорошо стабильно по жаростойкости вообще все стабильненько грубо говоря у нас постоял на четырех углях давайте просто без продува затянемся нет я так не сделала вышла на дымочек скопился я его не хочу протягивать нормально пожаростойкости вообще претензий нет вот идеально а по тому какой табачный лист есть к чему докопаться почему потому что он нестабильный где-то большие листы где-то маленькие это больше веточек где-то меньше веточек да это под заеб даже если меня это полностью устраивает то многих это не устраивает поэтому я скажу что этот вопрос тоже надо решать ароматику подтянуть баночки можно оставить дизайн упаковок давайте посмотрим он выглядит вот так табак бёрли вирджиния кстати да это купаж вирджиния плюс бёрли наверное отсюда такое такая жаростойкость и такая хорошая ароматика а у нас 100 граммовые пачечки ну так себе все скажу вот эта цветная такая глянцевая бумажечка она как-то отталкивает вот китайщина дает как кальяны пандора что еще прям такого чтобы этот табак вау-вау меня удивил я не скажу курить можно но прям что бля хуенно ебать я покурил круто нет такой табак который можно покурить если ну там все надоело как бы да почему бы не покурить тоже тоже тот уже блять грушу тоже ананас да и будет все в принципе достаточно хорошо тебе поэтому оценочку я знаю у меня многие спрашивают почему ты перестал ставить оценку табаку сразу говорю оценка максимально субъективная потому что я не могу за вас делать эту оценку я лишь отталкиваюсь только от себя я поставлю ему семерочку да до восьмерки не дотягивает но и шестерка будет слишком жестко потому что жаростойкость идеальная аромка есть это все нормально курица просто нужно попробовать и не пиздеть что это хуйня табак потому что мне уже писали типа хуйня табак а я думал ну реально хуйня думаю даже снимать не буду так попробую но я покурил и я такой думаю блять вроде более-менее нормально есть что сказать есть до чего доебаться поэтому это дава дым это табак магнум участвует в конкурсе и этот кейс уедет к тебе всем пока пока увидимся на хука клап шоу а